Это не ангел, это авиатор. Он подводится, да? Он специальный шок, настоящий авиатор. Он вращает пропеллер? Конечно, я сейчас все покажу. Это нематронная игрушка, а я в гидрона. Поставить этот рычажок на зеленый, он начинает махать крыльями, и сзади у него вращается вверх. Но он не улетит, он тяжелый. Да. Один из известных акторов анимационного мультипликационного кино, это Олег Пюда. Он в море от многих конкурсов, премий, и его игрушки отличаются технологичностью, юмором и функциональностью. Это одна из них, которая, вероятно, будет представлена у нас. Все это у нас на выходе, который мы планируем сделать в начале следующего года. Мы совершенно не знаем, как она будет называться. Но то, что она будет единственная, у нас их еще не было, это вот наш первый такой шаг в движении анимационного кино в комплекте с живописью Игоря Коткова. Надеюсь, что это будет что-то особенное. Ну, как всегда, нам хочется что-то особенное, хочется не возвращаться из детства, или, грубо говоря, лучше не встаешь, будь серьезным, официальным, ответственным во всех своих коконах, социальности. А вот совершенно уникальная возможность, которая будет исполняться ребятами, тем более, которые снимаются, то, что это вот, окунаться в периодические детства, крутить волшебные ключи. У него ключ, как у Карлсона. Ну, а какой я-то. Хотели у него вот такой, ну, летать, конечно, у него не получается, но это же и не Карл. Он мажет крыльями, он, по-моему, срегетирован для полета. Может быть, Клобин летит. И когда будет выставка? Мы же только планируем, что мы в начале, после Рождества, наверное, 20-го числа с января, мы планируем показывать фрагменты мультиков, которые снял Олег Педан. Ух ты! Мы хотим, ну, такой микс между мультификацией, галереей и жилкой, и все. Дай Бог, чтобы у нас все получилось. А насколько классно сделаны ножки, все-все, я не знаю, каким образом вы это делаете. У меня есть танки. А, вы на станках работаете? У меня есть серьезная мастерская, у меня примерно 5 станков. Фрезерные, токарные, есть шлифовальные. Все очень маленькое, все дома. Все на балконе? Все на балконе. Фантастико. Игрушки делаются на маленькой игрушечной мастерской, которая оснащена последним. Когда в магазине появились маленькие станки, токарные, я сразу сказал, вот оно то, что нужно. И там же и фрезерные были, я угрохал в них кучу денег. Ну, пока они еще не окупились, я надеюсь, что... Забавная совершенно штука, которая сделана из обычных столовских алиминиевых советских ложек, которые при этом могут скорчить смешные рожи, держать бумажки, здороваться, вращаться в любых плоскостях, поскольку они пределы на шарнирах. И вот эту вещицу, я думаю, с удовольствием сумел бы кто-то привлечить у себя на своем рабочем столе в качестве, может быть, бумажных сшивателя, а что еще бы лучше бы придумал бы. Ну, в общем, она дивная, смешливая, иногда такая вот, въерошенная птица. Птица, которая, по-моему, может перемещаться и потом выдала. Вот есть целый мультфильм с обучающими, это не просто игрушки, это герои. Они ходят, перемещаются, коммуницируют, делают какие-то смешные штуки. А вот, и, да-да-да, это вот все придумано Олегом, сделано его собственными руками, сценарий также написан им, и воплощено, это снят еще. Совершенно авторский мультфильм, вот. Ну, теперь вот время передать в хорошие руки персонажей или звезд мультфильмов, которые были заводны. Дернуть его за хвост, у него открывается контейнер с дыма батарейками. Угромыч. Здесь две батарейки. Угу. Так, и для чего они? Они для того, чтобы заводить часы. Но эти часы не нужно заводить. Это практически вечная дверь. У меня и батарейки разводят. То есть тут механическая пружина, которая заводится электрическим двигателем? Заводится, да, электрическим моторчиком от батареек. И батареек хватает на год, но если хорошие вставить, то и на больше. Но целый год его не нужно трогать. Он будет стоять и все. А где тут смотреть время? А вот здесь вот сбоку на дисках, в том месте, где они касаются друг друга, на большом диске часы, на маленьком минуты. Вот сейчас 19.40. Примерно. Круто. Как бы при всей своей неказистности он вправдоподобие. А время показывает точно? Да, второй к восточности. Ну, то это по механизму. Ух ты, круто. Да я знаю, кто я имен. Он как детство это вообще. А еще его можно гладить. Он так пару раз в шутки, ну, может, жужжать. Он там пожужжит, заведется и чихает снова. Дальше. Сам по себе. Первое время он меня пугал. Потому что вот стоит на столе друг друга, жжжет ни с того ни с чего. То есть там какой-то датчик разряда, да? Да, простой выключатель стоит. Когда пружинка раскручивается, она нажимает на эту кнопочку, включается моторчик. И накручивает ее снова. Это очень простая система, она известна давно. Круто. Мне нравятся предметы, которые ведут себя сами без участия человека. Автономных. Да, что-то делают сами по себе, у них из-за этого возникает какой-то характер. А уже придать ему какую-то окраску, это уже наше воображение делается. Я думал, когда я его делал, думал, что это Северный Олег. Ну, по рисунку рогов он... Ага, да, 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 точно, точно. А дочь наша его тут же окрестила лосем. О, лось, и все. Я не против, пусть будет лось. Вот такое животное. Спасибо.